всем приветики я хотел бы вам показать как можно с помощью компьютера управлять телефоном а для чего это нужно для того что если вы разбили экран или он у вас погас как у меня из то что я его водой облил то это вас спасет потому что у меня из то что полил водой телефон случайно погас экран и все и если бы не эта функция я бы потерял все свои данные а так благодаря тому что можно управлять компьютером через вы телефоном через компьютер можно пользоваться телефоном и без экрана как это сделать сейчас я запущу программу и покажу получается нужна вот такая вот программа экраны шпион называется sskr spy то есть screen spy экраны шпион она бесплатная доступна вот собственно по этой ссылке которая указана в консоли не собственно все ее действия что она подключается к кроме и собственно вот вот он ваш телефон и сейчас я управляю телефоном через компьютер если бы сейчас на телефоне работал бы экран там бы сейчас все это двигалось то есть я вот шевелю экраны и на и на и на и на телефоне они бы тоже шевелились и если у вас экран работает то вы это можете увидеть подключить мышкой двигать и на телефоне они тоже будут двигаться то есть это то же самое как управлять телефоном только уже не пальцами а мышкой это очень удобно вот у меня сейчас не работает экран а я благодаря компьютеру могу полноценно пользоваться телефоном. Звонить, отправить смски, любые, сохранить свои данные, контакты, фотки. Это очень удобно. А если бы не такая вот функция, не такая программа, все, можно было бы и лишиться всех своих данных. Вот занес бы ты в мастерскую экран поменять, а тебе бы пока меняли экран, там где-то надавили на плату, она треснула, и в итоге все, что там было в телефоне, все накрылось. И все. А так, я вот и боялся, что понесу менять экран, там будет что-то делать, менять экран, что-нибудь зацепит, плату, где данные хранятся, и все, все, пока. А так, можно смело нести, даже если его и сломают телефон. Ну, потому что всякое может быть, мастеража тоже не все хорошее. Ты же не знаешь, а даже если знаешь, человеческие факторы банальны. Даже любой из нас ошибается, может там делать привычную работу и вдруг раз ошибся и напортачил. А так, вот это хороший выход. И, собственно, как включить? Заходите в настройки вашего телефона. У всех, наверное, это будет разное, но в MIUI это так. Вы заходите в настройки телефона, и у меня вот версия MIUI, на нее нужно много раз потыкать, и вот пишет, вы уже разработчик. И вы становитесь разработчиком. Если у вас другой телефон, не MIUI, то тоже в информации о телефоне потыкайте на разные вот эти вот надписи, и одна из них сделает вас разработчиком. Вы много раз тыкаете, оно вам пишет там, да, ну, до выполнения осталось там столько-то раз нажать, и тыкаете, и, собственно, в какой-то момент вы станете разработчиком. Ну, вернее, вам менюшка откроется такая. Дальше полазите по настройкам, и увидите там, где-то появился новый пункт. В Xiaomi это расширенные настройки, и ниже для разработчиков. Здесь ставите «Включить режим разработчика», и ниже включаете режим отладки. И все, собственно. В других телефонах режим отладки позволяет вам полноценно управлять телефоном. А в Xiaomi нет. Режим отладки, собственно, она сможет только отобразить телефон. А чтобы, ну, управлять им, нужен режим ввод, ну, еще разрешить ввод. И я на всякий случай разрешил установку приложений, потому что мало ли чего, вдруг ввода будет недостаточно. Вдруг что-то еще зависит от вот этих вот параметров. Но для того, чтобы это включить, вы должны войти в свой аккаунт Xiaomi. И только в Xiaomi такой бред. В других телефонах вот отладки хватает, а здесь еще две дополнительные галочки, их нужно поставить. И чтобы их поставить, вы должны создать аккаунт, если у вас его нет, и войти в него. Я пользуюсь этим телефоном Xiaomi Redmi Note 5 с 2018 года. И ни разу мне не понадобился аккаунт. Но когда у меня полетел экран, мне пришлось создать аккаунт. В 2024 году, то есть спустя 6 лет. То есть, мой телефон работает 6 лет, и вот только сейчас я создал аккаунт, чтобы можно было им управлять с компьютера. Но с другой стороны, так если подумать, это удобно, что у тебя есть аккаунт, в том плане, что вот ты можешь зайти и настроить копирование того, чего тебе нужно. Как по мне, лучше копировать, включить, можно включить вообще создание копии всего, кроме фоток. Потому что фото и видео очень много весят, и они быстро забьют ваше пространство. Поэтому поэтому фото и видео самому копировать на компьютер периодически, там может быть раз в несколько месяцев. А все остальное пускай автоматически копируется в в облако. И оно, ну, оно все мало весит, сколько там те заметки, сообщения, контакты весят совсем чуть-чуть. Они никогда не забыли ваше пространство. И даже если ваш телефон вдруг резко накроется, там, ну, если не экран сломается, а просто вдруг он, ну, я не знаю, сгорит, плата какая-нибудь, и все. У вас хоть что-то останется в облаке. А если накроется, как у меня экран, то вы вот без проблем, включив все эти отладки, сможете полазить, зайти, куда вам надо, в сообщения, что-то скопировать, в фотки, в видео, зайти, что-то скопировать, зайти в браузер, посохранять там страницы, закладки, банально даже посмотреть, какие приложения стоят, чтобы, когда будет новый телефон, чтобы туда все то же самое поставить. И, собственно, зайти в эти приложения, скопировать все, что вам надо, там, диалоги, настройки, в общем, заскринить все. Вот. Так что, это очень удобно. В принципе, сейчас можно полноценно пользоваться телефоном. Единственное, что ты видишь все, что происходит на телефоне, не на самом телефоне, а на компьютере. А так, все то же самое. Можно даже звонить и смски отправлять. Так что, это очень хороший выход. В том случае, если у вас накрылся экран. И поэтому, вот эти вот настройки-отладки у вас должны быть включены заранее. Если сейчас у вас они не включены, лучше их включите. И в тот момент, когда у вас накроется экран, вы скажете мне спасибо. Потому что я очень намучился, чтобы это включить с неработающим экраном. Пришлось много раз перезагружать телефон, потому что после перезагрузки он загорался на какое-то время, там, на минутку, там, на пару секунд. И в итоге, как это мне повезло, он загорелся надолго, я успел это все включить. А если бы он не загорелся, я бы это никогда и не включил. Поэтому это очень удобно. И лучше это включить заранее. Чтобы, если вдруг что, вы подключили телефон, и все. И кайф. Единственное что, Xiaomi вот эта вот штука, безопасность, она может все испортить. То есть, когда вы заходите в безопасность, и оно предлагает вам провести проверочку, чтобы вот исправить какие-то там косяки, которые там у вас есть, удалить там лишние файлы, там, на вирусы проверить, там, оптимизировать. Вот после этой проверочки, оно все возвращает в изначальное состояние. Если этот режим был включен, оно его отключит. Поэтому после такой проверочки, нужно идти и обратно включать, потому что оно отключит. Вот. Так что, вот такая вот штучка, довольно-таки удобная. И этим я хотел с вами поделиться. Я с этим столкнулся сам, и поэтому на новом телефоне у меня, естественно, заранее уже будет все это включено. Но этот телефон в ремонт, и так как он старый, 6 лет, и плюс после ремонта, я думаю, он все равно долго может не прожить. надо новый. Поэтому я уже буду к такому готов. А в этот раз, конечно, пришлось мне немного понервничать. Вот. Но на этом все. Всем покидава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok